Доброе утро! Сегодня уже 12 июня и все мы ожидаем события, которые состоятся 14 июня. Речь идет о выборах. Мы с Денисом не обсуждаем, конечно, кандидатов, но о выборах говорим. И вот сегодня с какой очень интересной стороны. Не так давно к нашему, наверное, позору. Мы узнали о том, что существует Центр непрерывного образования в избирательной сфере при Центральной избирательной комиссии Республики Молдова. Что это за учреждение? В чем заключается его работа? Об этом мы сегодня и будем говорить с директором Центра непрерывного образования в избирательной сфере Натальей Юраш. Доброе утро! Доброе утро! Вот давайте, наверное, начнем с основного вопроса. В чем заключается деятельность Центра, касающегося избирательного процесса? Спасибо вам большое за приглашение и за то, что мы можем обсудить нашу деятельность. Уже из названия, по-моему, понятно, чем занимается наш Центр. Понятно, что обучение. Да, все правильно. Необычное обучение. Необычное. И вы абсолютно здесь правы, потому что наш Центр является одним из пионеров в этой области, даже, можно сказать, на мировом уровне, потому что в регионе мы единственные. Есть еще такой центр, аналог нашего центра в Грузии, который покрывает ту территорию, но еще один центр существует в Мексике. Но в нашем регионе это единственный. Многие страны хотят, я сразу отмечу это, но у них есть вопросы, скажем, и политического, и финансового характера, почему это не создается. Наши партнеры, например, из Албании до сих пор к нам даже приезжают, смотрят, интересуются, хотят эту модель применить и у них в стране. Поэтому мы очень рады, что мы можем быть такими лидерами и экспортировать даже наши услуги за рубеж, не только в нашей стране. Как давно в Молдове этот центр функционирует? Он был создан в 2011 году, но начал свою, скажем, деятельность развивать в 2013 году. И команда, конечно, собралась замечательная, молодые, амбициозные, профессионалы в этой сфере. А еще я хотела бы добавить, что центр имеет партнеров очень важных, без которых, конечно же, он не смог бы развиваться. И мы говорим здесь и о политических партиях, говорим о наших наблюдателях, местных, международных. Также нашими партнерами являются и общественные организации, неправительственные общественные организации. То есть мы развиваемся, конечно же, с помощью... Это большая командная работа. Абсолютно, да. Наталья, скажите, пожалуйста, насчет самих тех, кто может у вас обучаться, кто эти люди и какое, может быть, в дальнейшем они значение будут иметь в избирательном процессе в нашей стране? Ну, у нас обучаются в первую очередь все, кто... Вся эта армия, которая работает в день выборов, хотя они работают намного больше. Вы знаете, что предвыборная кампания, конечно же, это не один день. Всем это, я думаю, что уже и понятно. И туда, конечно, входят представители политических партий, местных органов власти, а также любой человек, который хочет обучиться в нашем центре, имеет эту возможность. Мы предоставляем и классические тренинги, хотя у нас инновационные, я могу сказать, что даже методики для взрослых есть и для молодежи, а также онлайн обучение. Это тоже для нас новая сфера, которую мы сейчас развиваем. То есть различные программы в зависимости от уже готовности человека, да, осведомленности в этой сфере. Абсолютно. Чтобы, может быть, мы, наши телезрители, ориентировались, о каких сроках обучения, в принципе, идет речь? Разные. То есть разные программы. У нас сейчас около 15 разных программ. И есть от трех часов до недели даже есть тренинги, которые мы проводим для тренингов, тренинги для тренеров в течение недели. То есть мы их обучаем, впоследствии они могут идти в регионы, где мы, конечно, хотим развивать и регионы. И ищем везде таланты, развиваем их и удерживаем, что самое главное. Потому что наши тренинги в основном происходят в регионах. А вот насчет доступности самого обучения. Является эта программа бесплатной или надо платить какие-то... Да, сейчас, как и все стартапы, это все бесплатно. Потому что мы были основаны центральной избирательной комиссией. И, конечно же, основной бюджет, это государственный бюджет. Но у нас также есть программы международные и доноры международные, которые нам помогают развиваться. И на сегодняшний момент это бесплатные тренинги. Но в будущем они, конечно, будут у нас на более коммерческой основе. А если человек, предположим, не знаю, это выпускник вуза, вот ему интересна эта сфера, ему интересна эта тема. Он может к вам обратиться для того, чтобы получить эти знания? Я не знаю, будет ли он их применять в дальнейшем, но вот... Спасибо вам большое за этот вопрос. И еще одна тема, о которой я сильно горжусь, это то, что мы в этом году впервые запустим, можно сказать, программу Мастерата вместе с Государственным университетом. И куда хотим привлечь молодых специалистов. И, конечно же, развивать тему электоральную и политический менеджмент, так оно будет называться. Студенты все могут к нам обратиться и получить наши знания, наши программы, то есть могут участвовать в наших программах. Это обязывает их к чему-то? Нет, у нас есть реестр всех обучаемых нами людей, и впоследствии, когда формируются те же органы, электоральные органы нижнего уровня, они всегда могут быть вовлечены в этот процесс, предвыборный процесс. Много людей уже получило это образование и пришло эту систему обучения? В прошлом году мы обучили больше 24 тысяч людей. В этом году уже 15 тысяч людей у нас имеется обученных. То есть у нас абсолютно одна из самых больших... Вы говорите о невероятных цифрах. Да, я знаю, что это впечатляет даже нас, если честно, впечатляет, потому что мы... Я хочу сказать, что в прошлом году все наши, скажем, цели были достигнуты. Мы хотели обучить больше 20 тысяч, у нас получилось намного больше. То есть мы гордимся этим и хотим это все развивать еще больше. И, как я уже говорила, наши коллеги из наших соседних стран, и не только соседних, на нас смотрят очень пристально и хотят тоже... Перенять этот опыт. Абсолютно, да. Я еще предлагаю после короткой паузы продолжить нашу тему, тему обучения. Кто может быть заинтересован, сразу после паузы мы продолжим этот разговор. Друзья, как мы уже выяснили, в нашей стране на многие годы существует центр непрерывного образования в избирательной сфере при Центральной избирательной комиссии Республики Молдова. У нас в нем в гостях директор этого центра Наталья Юраш, которая рассказывает о работе этого центра и о всех подробностях далее. Наверное, тема актуальна как никогда, сейчас как раз накануне выборов. Наталья, вот центр существует в столице, да, то есть ясно, что здесь можно обратиться, но такие специалисты нужны по всей Молдове. Вот как происходит обучение специалистов в регионах? Как и в любой деятельности этого рода, мы ищем людей способных, людей, которые хотят обучаться. Это самое главное в регионах, потому что вы же понимаете, что Кишинев, это, конечно же, столица, но все происходит на местном уровне. Даже сейчас выборы, которые у нас 14 числа будут, это все местные выборы. То есть нам надо иметь в каждом районе своих обученных людей и дальше, которые по каскадному методу обучают остальных членов в этом случае избирательных бюро или избирательных участков. Вот еще раз хотел продолжение людей, которые хотят, может быть, поступить на обучение. Должны ли они обладать какими-то способностями, может быть, особенными способностями? Это очень интересно, потому что у нас разного профиля люди приходят. И я считаю, что человек должен быть талантлив для того, чтобы в любой сфере иметь успех. Поэтому, конечно же, желательно, чтобы он понимал или она понимала, что такое избирательная сфера, что такое политический ландшафт, все эти основные термины. Но в то же время, если человек быстро обучается, а здесь самое главное быстро, потому что мы видим, насколько все происходит в темпе просто не угнаться. Но быстро обучаются. Дальше они могут эти все знания передать ниже стоящие или нашим коллегам в регионах. И когда мы делаем тренинги, мы обязательно стараемся понять, что работает, что не работает. Потом мы делаем работу над ошибками. Мы все это исправляем. Некоторые тренера не выдерживают темпа. Я могу сразу сказать, что бывают и такие случаи. Но поэтому те, кто остаются, это настоящая команда, и мы всегда можем положиться в них. Действительно, про вашу команду на вашем сайте было очень любопытно заглянуть на ту страничку, где представлены ваши тренеры. Потому что понятно, что это люди совершенно из разных областей, при этом все обладающие какой-то харизмой. То есть очень интересное и описание этих людей, некая биография, что ли. Действительно чувствуется, что здесь нужен определенный подход. Ну, касаемо тренера, я хотел бы задать вопрос. Вот как проходит, может быть, процесс обучения тренеров? Потому что вы, как вы сказали чуть ранее, вы являетесь своего рода первооткрывателем в этой сфере. Нет, в принципе, откуда черпать, может быть, дополнительный опыт. Как вы повышаете свою квалификацию? Опыт, мы пришли уже с опытом в этот центр. Я могу это с уверенностью сказать, что у нас работают эксперты международного уровня. И те тренинги, например, для тренеров, которые мы проводим, это тренинги BRIDGE. Это международно сертифицированные тренинги именно в электоральной сфере. И важно очень поставить эту базу для центра, чтобы он дальше мог по той же методике развивать в тех же регионах, развивать тренерский состав. То есть международный опыт, именно это мы внедряем сейчас в нашем центре. Давайте о самом актуальном, наверное, поговорим. Знаем, что сейчас, накануне выборов, существовали некие мобильные группы от центра непрерывного образования в избирательной сфере, которые по регионам разъезжали с некой миссией. Что именно входило в задачи этих мобильных групп и, может быть, каким результатом вы пришли? У нас есть сейчас даже несколько, то есть разные виды действий, которые мы делаем, опять же, в регионах. Про мобильные группы это, конечно же, очень интересно, потому что вместе с Центральной избирательной комиссией мы проводим информационную программу, два автобуса, которые разъезжают по всей стране нашей, в каждом районе они едут и делают куиз, то есть проводят викторину для того, чтобы понять и объяснить людям, чем занимается Центральная избирательная комиссия, чем занимается наш Центр, что такое выборы, что нас ожидает 14-го числа, как они могут проголосовать, то есть все процедуры, это очень в такой интересной форме, в необычной форме, и мы хотим, кстати, отойти от, скажем, от обычных... Кроме того, что мы пытаемся как-то это все немножко приукрасить, приукрасить, сделать это более в легкой форме, и чтобы людям было интересно это слушать, потому что все, конечно же, в какой-то момент устают от этой информации, поэтому важно. Еще одна легкая форма. Казалось бы, да, как можно соединить флешмоб танцевальный, а с подачей информации о выборах вам это удалось сделать? А в чем заключалась цель вот именно такого подхода, ну что ли, совсем современного, даже, может быть, нестандартного для нашей страны точно? Да, опять же, это была, это часть тех действий, которые мы себе запланировали в этой предвыборной кампании, и хотели привлечь, во-первых, молодежь, во-вторых, в танце мы ставим акцент на то, что разные люди могут этим заниматься, и в день выборов важен именно такой же подход, то есть разнообразие нашей страны, оно соединяется именно вот в день выборов, и мы хотели привлечь именно к этому внимание. Но, кстати, у нас не только были танцы, у нас в этом году впервые мы организовали даже концерт с дирижерством, не знаю, если вы слышали, но это был тоже очень вдохновляющий вечер для наших участников. До этого было два дня тренингов с международными тренерами, не с нашими, мы пригласили их. А в конце, перед собором, наши участники дирижировали оркестр и рок-группу и хор. То есть мы хотели им показать, что все могут, в принципе, быть лидерами, что мужчина, что женщина, нет отличий между ними. И если есть желание, все можно достичь, всего можно. Какой интересный подход, то есть объяснить человеку, что он имеет значение. Да, мы именно это и пытаемся сказать всем, что каждый имеет значение, каждый голос 14-го числа тоже имеет значение, поэтому важно, чтобы люди это поняли. Может быть, по итогам тех акций, что вы провели, можно сделать какой-то вывод о грамотности нашего электора? То есть вот на сегодняшний день можно сказать, как долго еще можно развиваться и нужно? Многие говорят, что вот у нас очень часто выборы происходят, поэтому люди знают уже эту сферу. Но знаете, как я всегда говорю, что чем больше мы кушаем, тем больше нам хочется еще вкуснее и вкуснее кушать, правильно? Так же и здесь. То есть даже если люди знают, что это такое, мы у нас очень активные общества. В то же время, я думаю, что каждый для себя понимает, чего ему не хватает в этой сфере, я имею в виду, и знаний. И я могу сказать с уверенностью, что к нам приходят и хотят у нас обучаться, они хотят узнать новое, и это очень радует. Ну, Наталья, мы благодарим, что вы нашли время, рассказали о вашем центре, очень интересная беседа была. Мы надеемся, что все наши зрители, которые заинтересовались этим вопросом, смогут куда обратиться, Наталья, чтобы... Кстати, сайт, может, действительно назовем. www.chigde.md Там вы найдете всю необходимую информацию. У нас сегодня в гостях была директор Центра непрерывного образования в избирательной сфере при Центральной избирательной комиссии Республики Молдова Наталья Юраш. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Дали нас Сергей Сурочян и его утренний сюжет.